Взлететь в сложных погодных условиях, а потом поразить наземные цели противника. Сначала на авиасимуляторе, а потом за штурвалом реального вертолёта. Такой экзамен в течение двух дней в небе над Сызранью сдают выпускники вертолётного училища. А те, кто свою мечту о небе сделал профессии, в нашем сюжете. Сызранское высшее военно-воздушное училище — единственное вуз в России, которая занимается подготовкой военных лётчиков на вертолётах Ми-2, Ми-8, Ми-24. В эти два дня пятикурсники и выпускники сдают свой главный выпускной экзамен. Им предстоит показать высокие навыки пилотирования и умение поражать боевые цели. Сегодня действительно это знаковое событие у курсантов пятого курса выпускного, сынского филиала нашей академии. Пять лет их готовил весь личный состав, преподаватели, инструктора. Мы регулярно контролируем подготовку, поэтому могу сказать, что курсанты подготовлены с хорошим и отличным качеством. Я думаю, ничего не помешает показать отличные оценки в технике пилотирования, навигации и боевом применении. За годы своего существования Сызранское вертолётное училище подготовило тысячи пилотов. В Самарской глубинке научили летать полмира. Сначала теория, затем практика. На авиатренажёре цена которого даже превышает стоимость виндокрылой машины. Условия максимально приближены к реальности. Симулятор позволяет отрабатывать навыки пилотирования при любой погоде и в боевых ситуациях. Отрыв, записание. Вот вертолёт может на месте разворачиваться. И только потом полёты наяву. Среди без пяти минут готовых пилотов Мансур Ирлембаев. Он впервые увидел вертолёт в детстве в экстремальной ситуации. В 2003 году было землетрясение у меня на родине, в республике Алтай. И прилетели вертолёты МЧС. И влюбился, наверное, в вертолёт. С тех пор Мансур твёрдо решил сам стать тем, кто первым приходит на помощь. Сначала поступил в Барнаульскую школу-интернат с первоначальной воздушной подготовкой. А через два года в Сызранское вертолётное училище. Уже через несколько месяцев он займёт кресло пилота в одной из военных частей, которые с нетерпением ждут сызранских выпускников. Молодые люди, которые с детства мечтали о небе, посвятили пять лет своей жизни изучению технических дисциплин, прошли моральную и психологическую подготовку, необходимую будущему пилоту. Совсем скоро на плечи каждого из них ляжет ответственность за эти огромные и сложные машины, которые они научились поднимать в небо. И за жизни людей, которые окажутся вместе с ними на борту. Елена Шишкина, Тимур Набиев.